очень скромный человек светлана пирогова она пишет еще с детства с восьмого где-то класса увлекается научно читать много читает класса не было можно сказать так первая опера когда-то и вот 1962 году родилась в семье вот что мне нравится она увлекающийся натурой на что-то увидеть я считаю вообще поэты они открыты и вот получается у них как душа открытая можно нечестные люди делают как у высотка вода есть я не люблю когда мне лезут в душу особенно когда куда-нибудь и вот Светлана мне кажется целые стихи на протяжении всего творчества видно жизнь человека какая что интересная она светлана занимается астрологии потом серьезно занимается занимается последнее время стала заниматься музыкальной йогой первый раз слышу и вот меня заинтриговала даже самой захотелось этим заняться я хотела бы представить славу вот это стихотворение мне очень нравится она вышла в журнале берега за 2011 год литературное объединение копчег вы все знаете вот этот журнал небольшой за околицей небо хмурится облаком седым края облакам седым края нет а в углу избы кошка жмурится ей стихи читает поэт все учить себе ухмыляется у нее проблем в общем нет что там рифма его не слагается ей бы с колбаской вы дали обед что и дактиль и анаписы что и ям и что и холи тут вот форточка видно не заперта а на ветку присел лови знать придется самой позаботиться голодать уж сил больше нет побежала я лучше охотиться прощевает дружище ну такое вот с юмора стихотворение вроде бы простой да стихотворение что поэт увидел кошку там форточку за птицами наблюдать а попробуй составе о боже правы дай слова мне объясни тем людям что понять никак не могут они как вы имеют право они имеют право на свободу живут киты одной большой семьей их дом здесь океан любовью полный они едины с его чисткой водой и им бока пласкают нежно волны вывод доверчиво открыто прямо всей расставленную хитро человеком какое сердце нужно вам уметь чтоб убивая не жалеть об этом чтоб не затронул вас пронзительный их крик когда гарпун вонзается им в тело молю я господи останови тот миг чтобы уйти от них касатка-то сумела уйти нетронутой в родную глубину и с тоном боли до краев ее наполнить чтоб знали все киты но у людей в пену и нужно нам всегда об этом помнить остановись опомнись человек конец столетия пришел а ты все тот же когда закончишь ты кровавый свой разбег которым ты так много уничтожил всего того чего ты не создал всего того что жить как ты хотела зачем тебе был разум богом дам и пользуешься и подмемлем ты всегда со мной в далеком краю не разберет нас все расстояния не разлучает нас все расставания ты души моей очарований ты мой сладкий сон мое отчаяние помню папочка помню миленький теплоту твоих слов и рук знаешь папочка знаешь папочка знаешь миленький ты на свете для меня лучший друг не разберет нас все расстояния не разлучает нас все расставания ты души моей очарований ты мой сладкий сон ты мой сладкий сон твоё отчаяние ты 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 И он говорит, не могла бы ты написать эту песню? И вот я написала эту песню, а он написал про Молику. И теперь идет спектакль за эту песню. Очищать в избе углу темное было принято перед Пасхой. Я свои грехи затаенные, Отбелить хочу белой краской. Не родится из утки горлица, И не только вверх идет лестница. Но давно на Руси так ходится, Когда грянет кровь, когда грестнется. В миски положу образам хакон, И сычу дожду поминанку. Я чистый дождь, и синий клон, И меня остался вкус и компонент.